В Карачаевском районе состоялось историко-просветительское и культурно-спортивное мероприятие «Хасаука-2023», посвященное 195-летию вхождения Карачаев в состав России. В этот памятный день вспоминали и рассказывали истории Хасаукинского сражения. Студенты и все желающие участвовали в состязаниях и слушали старинные народные песни. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Хасаукинское сражение является значимым историческим событием, которое произошло 1 ноября 1828 года на территории Карачая. Битва стала решающей в истории сопротивления Карачая и России. Тогда завязался бой, который продолжался на протяжении 12 часов. Численность русских отрядов под командованием генерала Эммануэля составляла 1500 человек. Численность же карачаевцев во главе с Исламом Крюмшем Халовым – около 500. Горские формирования потерпели поражение и отступили за перевал. В ходе переговоров руководителей с обеих сторон было принято решение положить конец кровопролитию и подписать мирный договор. В результате Карачай вошел в состав Российской империи. С тех пор почти 200 лет мы живем в мире и в здравии. Это была историческая необходимость. Это было поступательное движение истории. И дай Бог, чтобы больше ни с одним народом эти вещи не повторялись. В ходе памятного мероприятия у Стелла Хасаука ректор Качагут Таул Султан Узденов рассказал собравшимся о сражении, назвав его знаковым событием военной истории Кавказа XIX века. Символично, что в этот день, 4 ноября, наши предки подписали соглашение о вхождении Карачаев в состав России. С тех пор Карачай в братском Содружестве народов Карачаева Черкесии, Кавказа, в едином семье народов Российской Федерации развивается и созидает свое государство. Особенностью мирного договора было то, что карачаевцы вошли в состав России как непокоренные, со сводом дипломатических условий, учитывающих интересы обеих сторон. Люди, которые всегда к нам приходили, то ли перцы, то ли иранцы, то ли другие, они всегда покоряв нас, они грабили нас, уходили. Но Российская империя, когда сюда пришла, она просто расширила нами свои империи и добровольно, недобровольно, может быть, в какой-то принудительном порядке мы все вошли в состав России. Герои, павшие в неравной битве с могущественной империей, показали пример отчаянного мужества и беззаветной любви к своей родине. Поэтому Хасаука навсегда вписана в историю Карачая. Обряд Дуа по погибшим в сражении совершил раис имам Карачаевского района Ахмат Хаджи Урусов. Очень большой пример для вас, для молодежи. Вы наши будущие, вы наша надежда и опора. От вас будут выходить и профессора, и ученые, и доктора наук, и герои. И запомните, героями не рождаются, героями становятся. Этому способствуют вот такие мероприятия. Далее мероприятие продолжилось соревнованиями по бегу по горной местности среди студенческих команд из секции альпинизма и горного туризма. Участники забега поднимались в гору почти на 4 километра до места финального сражения ополчения Карачая и войск Царской империи. Этот вид спорта требует от участников не только скорости, но и физической выносливости. Важно то, что исторические факты, они должны быть определены. И особенно это касается подрастающего поколения, чтобы помнили свою историю, знали. Кроме того, был проведен круглый стол, в рамках которого состоялось выступление ансамбля «Голу». Музыканты исполнили различные обрядовые, бытовые, лирические, карачаево-балкарские мелодии и песни на традиционных инструментах. Юноши и девушки также соревновались в стрельбе из лука, игре в альчики и других видах национальных состязаний. Также все угощались сладостями и чаем из знаменитого золоченого самовара, ставшего уже одним из символов КЧГУ. Участники благодарили организаторов за насыщенное, зрелищное и информативное мероприятие, которое стало для них источником пользы в изучении истории своего народа и примера мужества и доблести. Дарья Тендит, Медина Джанкиозова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район.